Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях Адмирей Прилипко, руководитель компании «Медэкспресс». Здравствуйте! Здравствуйте! Компания «Медэкспресс» специализируется на доставке в Россию зарубежных лекарств от очень тяжёлых заболеваний. Расскажите, пожалуйста, можно ли найти эти препараты в нашей стране или получить бесплатно? Ведь на тяжёлые заболевания существуют квоты. Рассмотрим с вами ситуацию по поводу лечения гепатита С. Это довольно распространённое заболевание в наше время. По нему существует несколько методик лечения. Старая методика лечения, применяемая при терапии, основывалась на действии интерферонов, когда поднимается иммунная система, и она подавляет вирус. Лечение это занимало порядка года-полутора лет, в зависимости от поражения печени, поражения органов. Этот период определялся врачом и проводилась терапия. В данный момент существуют ингибиторы прямого действия. Это препараты, которые влияют селективно только на вирус и не затрагивают организм человека никоим образом. То есть их побочные свойства практически нивелированы, и человек их принимает практически не замечая. Курс лечения сократился порядка полутора годов, было теперь от трёх месяцев в среднем до шести. То есть терапия короче, она легче, она безопаснее, и она применяется даже в некоторых случаях при лечении детей в возрасте даже 16 лет. Есть уже практика клиническая у врачей, то есть есть наблюдение, но рекомендуется всё-таки с 18 лет. Я так понимаю, что сейчас то, что попадает в квоты, это по старому образцу или по новому? Врачи имеют огромный багаж, скажем так, препаратов, которые Минздравом были выписаны для лечения. Их они понимают, что все реализовать, наверное, не получится, поэтому есть квотируемые препараты, которые... Но там очень длинные очереди, у них действующее вещество практически такое же, но ждать в среднем людям от полугода до бесконечности, до двух-трёх лет. Тяжесть заболевания определяет место получения квоты, как правило. То есть тут рассчитывать на квоту в данный момент при той стоимости лекарств, которые есть сейчас на рынке, не всегда целесообразно, потому что тяжёлая стадия фиброза, там третий, четвёртый, ближе уже к циррозу, тут уже времени практически не остаётся, его нужно лечить вирус как можно раньше. Поэтому и существуют препараты на сегодняшний момент более сильные, есть классические схемы лечения, есть усиление лечения, ну и так далее, об этом мы сейчас поговорим. Вы сотрудничаете в основном с Индией и привозите препараты их производства. Почему именно эту страну выбрали? Разработчиком лекарства от гепатита С является компания Гелиад. Она изобрела этот препарат и поставляет по всему миру со своих складов, со своего производства. Цена этих лекарств в настоящий момент в нашей аптеке за курс лечения с афосбувиром и доклапасвиром на 3 месяца будет составлять чуть менее 800 тысяч рублей. То есть эта сумма очень большая, и не все люди могут её спокойно приобрести. Это лекарство Савальди и Деклиназа. Поэтому компания Гелиад для стран третьего мира разработала свои программы патентные и своё производство контролирует. В Индии, в Египте в данный момент существуют ещё компании. Но самыми качественными являются, безусловно, это Индия. Это две компании, НАТК и компания Хитера. Они имеются правообладателями лицензии данного производства. Ведётся жёсткий контроль, то есть выборки по партиям идут из Гелиата, приезжают сотрудники, то есть там качество ничем не хуже, чем у производителя, но стоит она в десятки раз меньше. Также компании НАТК и Хитера на внутреннем рынке осуществляют продажу внутри страны этих препаратов под другими торговыми названиями. То есть как это происходит? Есть фармацевтическая компания, которая видит действующее вещество, но она его регистрирует на территории Индии. Это индийский уникальный продукт, скажем так. И она заключает договор по упаковке, по фасовке под своим торговым именем. В данном случае мы можем предполагать, что качество будет, но какое оно, оно контролируется между двух организаций. Это компания НАТК и Хитера плюс заказчик. То есть здесь головное предприятие ни в коем случае никак в эти отношения не может влезть, поэтому этих препаратов лучше избегать. То есть есть компания Зидус, которая позиционирует себя как производителем. Они говорят, что у нас существует на территории Российской Федерации. И дилеры, что является ложью, на самом деле, дилером не может быть, никто в России не может быть дилером не зарегистрированного лекарственного средства. Так устроен рынок. Почему? Потому что, чтобы зарегистрировать препарат, нужно пройти ряд клинических испытаний. После этого его можно официально импортировать юридическому лицу, иметь дистрибьюцию и поставлять его в розничную сеть аптек. В данный момент такую дилерскую сетью никто не обладает. Это невозможно. После того, как произойдут регистрационные действия именно дженериков, а не оригинальных препаратов, по нашему закону спустя 4 года правообладатель отдает эксклюзивные права, и можно регистрировать уже другие препараты, в том числе и над КХТР. Над этим работают крупные фармацевтические компании. В данный момент производятся клинические испытания. На рынке мы скоро увидим, уже в розничной сети эти препараты, они будут, никуда от этого не деться, вопрос времени. То есть, ну там стадия, я так понимаю, еще год-полтора, не больше. То есть, ну доступность их будет ниже, но тем не менее цена будет относительно тоже высокая. Подведем итоги, что есть препараты, которые под контролем производителей, есть препараты, которые просто производятся в Индии, в том же Египте. У них вероятность излечения на момент лечения примерно одинаковая, но вирусы потом возвращаются. По какой причине это происходит? Что все экономят, рынок российских этих дженериков упал очень сильно, назовем его серый рынок, потому что он продается у нас сейчас без документов, продается посредством телекоммуникации, и никаких документов практически человек не получает. Наша компания нашла выход из этой ситуации, сейчас про него расскажем. Поэтому, если вы планируете заказать или приобрести препарат, то наверняка будет либо поехать в Индию и купить ее в аптеке, хотя бы какой-то контроль качества будет. Но это будет стоить гораздо больше денег, нежели чем обратиться к нам, и мы по прямому контракту для вас, для человека, который болеет, который имеет заключение от необходимой терапии, мы можем весь комплект документов подготовить, и человек спокойно в течение месяца получает эти лекарства безо всяких проблем. Все остальное – это немножко другой рынок. Я правильно понимаю, что те препараты, которые возите вы, как раз индийского производства под контролем качества, их в российских аптеках, в рязанских частностях найти нельзя? Нет, нельзя. Мы можем найти только оригинал компании «Гелиата», это «Савальди» и «Доклиназа». Но цена вопроса будет разниться порядка 800 тысяч рублей, если мы везем под клиента из Индии, заключаем контракт, клиент заключает договор с поставщиком, оплачивает по свифт-переводу, по банковскому. У нас уже договорные отношения с банками уже существуют, есть уже договора заключенных с индийскими компаниями, которые готовы это все предоставлять. И это не становится вопросом. Это просто сложнее, но люди в наше время хотят все просто, быстро. К сожалению, не всегда это работает. Это работало раньше, когда цена этих препаратов на рынке были порядка 100 тысяч рублей за курс лечения. Тогда маржинальности всем хватало, и никто на этом рынке не хотел купить подешевле. Сейчас же эти лекарственные средства, дженерики, курс лечения самый простой, софосбудировать до клатосферы, на три месяца будет стоить в районе 40 тысяч рублей. Это уже цена, которую оплатит заказчик полностью. Сопровождением нашим, то есть мы все поможем, все организуем. То есть это не те деньги. На рынке же интернет-предложений, цена этих примерно такая же. Но там никто не знает, что он приобретает. Абсолютно. То есть кота в мешке. И последний год участились обращения людей, которые перелечиваются, потому что вирус возвращается. По одной простой причине, что опять-таки рынок построен таким образом, что ключевая задача любой коммерческой организации – это получение прибыли. Когда человек получает впервые анализ иммуноферментный, о том, что у него есть антитела к вирусу, он переживает и не знает, что делать. Первым делом он начинает смотреть в интернете, что есть. Звонит любому первому попавшемуся объявлению, и говорит, что ему нужно лекарство от гепатита С. Хотя на самом деле, возможно, ему еще не нужно. Иммуноферментный анализ показывает наличие антител. Это говорит о чем? Что вирус либо есть, либо он был. Для того, чтобы понять наличие вируса, нам нужно доздать два ключевых анализа. Это качественный либо количественный ПЦР и генотипирование вируса гепатита С. В этом случае мы можем понимать, есть ли вирус в организме, либо нет. Если эти анализы показывают отсутствие, то человеку не нужно ничего покупать. Это рядовой вопрос, наверное, один из 20 клиентов, которые обращаются в нашу компанию, готов, либо уже купил в какой-то другой компании препарат без этих анализов. То есть такое бывает, ему продают буквально за 5 минут разговора, высылают, и человек лечится от того, чего на самом деле у него нет. Если говорить о вашей компании, вот есть конкретный больной, которому нужно помочь, есть ваша компания. Как происходит процесс доставки лекарства в Россию, какие этапы нужно пройти, и как удается вам избежать подделок? Очень хороший вопрос. На самом деле, любой клиент, который к нам обращается, первонаперво мы начинаем его диагностировать, чтобы человек понимал, что он заказывает, для чего, и понимал ситуацию с его организмом. Потому что сама миссия компании – это не просто продать препараты. Это не для этого все создавалось, это создавалось именно в помощи лечения. Потому что основатель компании, Юрий Серцев, впервые 5 лет назад сам заболел этим заболеванием, плюс у него была болезнь Бехтерева, там иммунную систему нельзя поднимать классическими интерферодами. Сама болезнь Бехтерева у него лечилась только поднятием иммунной системы, поэтому он слег бедный. Дал Бог, он нашел эти лекарства, как раз первый дженерик, и сам вылечился, и начал показывать всем людям, что путь есть, гепатит уже излечили, и никаких проблем с этим в данный момент уже не существует. Не нужно платить 2-2 миллиона рублей за диктный курс тяжелого лечения, гораздо проще все это заказать, либо в Индии. И у нас такую благотворительную, скажем так, миссию для людей сначала. Многие не понимали, не хотели это принимать. Некоторые врачи даже говорили, что это неэффективная терапия, хотя сегодня мы видим, и по первому каналу к нам приезжала съемочная группа, снимали у нас и вместо передачи с Еленой Малышевой, там тоже абсолютно точно, и все врачи приняли абсолютно единое мнение о том, что это лекарство помогает и лечит гепатит С. Другого мнения быть не может. Другой момент, вопрос благонадежности тех компаний, которые поставляют, и какая у них задача. К сожалению, сегодняшняя ситуация в стране, она двигает людей больше к прибыли, нежели чем к помощи. Этому есть основная проблема. Как происходит у нас? Сначала мы диагностируем полностью заболевание, мы понимаем степень фиброза, человек консультируется как с местным врачом, либо консультируется в своем регионе, к нам обращаются со всей страны. Мы видим все заключения врачей, видим все рекомендации, мы видим попутные заболевания, какие есть, потому что не всегда гепатит С хорошо контактирует при лечении, например, с ВИЧ-инфекцией. Там препараты блокируют действия всего организма, скажем так, в кавычках. Там терапия немножко сложная, то есть там должен быть врач высокой квалификации, который понимает действия вещества современного, и который ведет и лечит, собственно, ВИЧ-инфицированных людей. Инфекционист должен быть высокого класса. К сожалению, их мало по стране, особенно в глубинках, то есть это проблема всех проблем. Стандартную даже терапию человек понимает, он ее прописывает, но действующее вещество не так активно попадает в организм, и вирус не уходит. Поэтому тут отдельные моменты по отдельным заболеваниям, то есть переносимостью, непереносимостью, их нужно понимать. Это тоже большой вопрос, который нужно разобрать до заказа препарата. Дальше мы делаем, мы отправляем все данные нашего клиента в Индию, компания выставляет им свист-чет на свое лицо, там, например, в приеме штурбанк, мы с ним работаем, замечательный банк, приходит клиент, там операционисты высокого уровня, они уже понимают все переводы, то есть межбанковские, отправляют туда денежные средства, у него остается чек, с нами он заключает договор гарантии, мы гарантируем, что поставка придет, что будут препараты должного качества, то есть никаких моментов нет, мы их страхуем здесь на территории самого российского рынка. Мы для себя привести их не можем, к сожалению, потому что они, опять-таки, я подчеркну, не зарегистрированы, и никто не может. Это аксиому, который человек должен знать, что бы там ни говорили, это нарушение законодательства. У нас в законе разрешено, если человек болен, то для лечения собственных нуждов из поправка в законе, мы его ставим обязательно в видео, люди могут ознакомиться, что для своих целей человек может привозить. Но тут маленький момент еще встает на таможенной службе, таможенная служба периодически делает выборку, вскрытие и вызывает клиента, клиент должен показать как раз именно те документы, которые мы готовим. А если же этого не производить, посылка на почте может встать, если у человека нет всех назначений, он просто физически не получит, и посылка отправится обратно. В этом случае мы гарантию не несем, поэтому изначально для любого клиента мы бесплатно делаем полностью диагностику консультационную, то есть мы направляем, мы связываем с врачами, с местными, их диагностируют, их смотрят, и тогда мы уже можем принимать решения. В противном случае риски у клиента будут гораздо больше, чем заказать его даже на обычном рынке. Куда обращаться, как заказать препарат, если действительно возникли проблемы? Да, у нас есть номер 8800 бесплатный, то есть клиенты могут позвонить, также есть рязанские номера, они представлены на сайте компании medexpress.rus, вот вы можете зайти, ознакомиться, там очень большой обзор по статьям, по действующему веществу, как применять, какие виды подтипов есть, там все очень хорошо рассказано, там есть видеоотзывы людей, которые лечились, которые заказывали. Алгоритм действий весь по телефону, звоните, с вами консультант свяжется, полностью все расскажет, и поможет вам в организации такого лечения сложного, как гепатит С. Спасибо вам большое за интересную беседу, за вашу благородную миссию нашим зрителям. Я напомню, что в гостях у нас был руководитель компании Medexpress. До встречи в эфире.